Жители Ненецкого округа написали большой этнографический диктант. Международная просветительская акция, приуроченная к празднику Дню Народного Единства, проводится уже в четвертый раз. В Заполярье этнографический диктант писали на 30 площадках. Всего в Ненецком округе в акции приняло участие 976 человек, из них 465 в сельских населенных пунктах. Самому младшему участнику 5 лет, самому старшему 86 лет. Ольга Руссова расскажет подробнее. В этом году количество площадок, на которых наши земляки писали этнографический диктант, увеличилось вдвое – с 13 до 30. Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Удмуртской республики. В Ненецком округе проведение диктанта курирует Департамент внутренней политики. Что такое этнографический диктант? Вообще этнография – это наука о народностях, о народах, об их культуре. И во всех вопросах, на которые мы будем сегодня отвечать в виде тестирования, будет проходить экзамен, это как раз вопросы, связанные с Россией, с культурой, с традициями народов, которые проживают на его территории. На выполнение задания отводится 45 минут, 30 вопросов, 10 из которых региональные. Их профильный департамент составлял совместно с общественностью. Максимальное количество баллов – 100. Отправляли их в Федеральное агентство по делам национальности, они на моих согласовывали эти вопросы. И два вопроса в общий региональный. Поэтому, получив свой результат, можно самооценить. Он ни на что не влияет. Это просто для понимания, насколько ты знаешь свою историю, культуру и традиции народов Российской Федерации. Основная цель «Большого диктанта» – повысить этнографическую грамотность. Акция проходит в каждом из 85 регионов России и позволяет оценить знания о народах, проживающих в стране. Общий уровень этнокультурной грамотности населения содействует национально-культурному развитию народов Российской Федерации. Направлено сохранение их этнокультурной самобытности, укрепление межнационального мира и согласия. Сегодня участие в акции принимают представители различных диаспор землячеств. Мы читаем, да, конечно, без этого там, ну, историю мы знаем, в Советском Союзе сшили историю. И сейчас уже новенькие, там, надо полностью, клубчик, не поздно всегда учиться, знать больше о России. Руководитель чувашского землячества Юман, что в переводе означает «дерево жизни», Виталий Михайлов говорит, что в этом году участники его сообщества пришли на акцию в большинстве. Пригласили, я приехал. Хочу тоже проверить себя, что знаю, что забыл. Интересно все-таки знать. На одной из площадок акции в социально-гуманитарном колледже участие в большом этнографическом диктанте принял депутат Государственной думы от Неницкого округа Сергей Коткин. У нас 85 субъектов Российской Федерации, да? Сколько в нем автономных, в России, сколько автономных округов, сколько там краев, областей, республик, городов федерального значения из 85. И вот так-то просто. Или, например, котляры, лавары, сервы, влахи, крымы. Каким группам населения России принадлежат эти названия? Каким группам? Грекам, караимам, татарам, цыганам. По мнению Сергея Николаевича, вопросы в этом году достаточно сложные, но ответить на них возможно даже студентам и школьникам. Думаю, что тут надо общее иметь знание. То, что в школе, начиная с первого класса, сейчас в первом классе уже, по-моему, начинает это преподавать, начиная с первого класса до 11, и потом по ходу жизни, наверное, читать книг больше нужно, познавать мир. В результате написания большого этнографического диктанта средний балл по региону – 53 балла. Надо отметить, что работа площадок прошла на высоком организационном уровне. В селах наибольшее количество участников акции зарегистрировано в ОМИ – 78 человек, в Харивере – 45, в Красном – 38.